Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Джакомо Фавретто, итальянский живописец, в основном изображавший жанровые сюжеты в Венеции в своем родном городе. Я цитирую Википедию. Родился в 1849 году, 11 августа. Его отец был плотником. В 1964 году Фавретто поступил в Академию изящных искусств, где обучался у Помпео Марио Молменти. Был вынужден зарабатывать на жизнь подсобным рабочим в лавке канцелярских принадлежностей, но и там врожденный талант раскрывался. В часы спокойствия он делал зарисовки карандашом и собрал коллекцию портретов клерков, клиентов, которые посещали лавк. На эти эскизы однажды обратил внимание некий Венченцо Фавенцо, антиквар. Последним настоял, чтобы юный Фавретто получил художественное образование. И получив базовое понятие о живописи в студии Антонио Вазона, он поступил в 1864 году в Венецианскую академию изящных искусств в класс Доминика Брезалина. Продолжал посещать ее вплоть до 1878 года, несмотря на то, что окончил обучение в 1870-м, учился у Гульема Чиарди. В 30-ти годах он потерял заведение на один глаз. Представил свою работу в 1873 году на выставке изящных искусств академии Брэлера в Милане, где его жанровая живопись привлекла внимание Камила Бойту. Отправившись в Париж вместе с Гульемом Чиарди в 1878 году для участия во всемирной выставке, он вновь представил свою работу в Брэлере в 1880-м, получив премию принца Умберто. Примал участие в выставке в Турине с работами, изображающими повседневную жизнь Венеции и сцены в костюмах 18 века. Краткая творческая карьера художника закончилась во время венецианской выставки 1887 года, ставшей для него подлинным моментом триумфа и всеобщего признания. После выставки он заболел и умер от лихорадки 12 июня 1887 года. Надо сказать, что фаворета преимущественно изображал сцены венецианской жизни 18 столетия. Его манера была свойственна виртуозности кисти, блеске роскоши гармоничных красок, решении творческих задач богатыми цветовыми схемами. Ну вот так вкратце вот Джакомо Фавретто, который был итальянским живописцем, в основном изображавшим жанровые сюжеты в Венеции, в своем родном городе. Пока-пока, до свидания.